Ой, ну это капец какой-то, ну сколько можно меня отвлекать, ну кто там ещё тарабанит, житель, ну что случилось? Да ты чего такой нервный пиксель, я по очень важному делу. Ну какому ещё важному делу, кузнец, ну для кого я эту табличку повесил? Написано же, не беспокоит, ну я монтирую очень трудное видео. Мне просто нужно немножечко железных слитков, у тебя случайно не будет? Не будет у меня никаких железных слитков, пожалуйста, кузнец, ну не отвлекайте меня сегодня. Капец просто какой-то, целое утро, как проходной двор какой-то. То фермер какую-то мотыгу попросит, то кузнец за железными слитками придёт, то носатый немного угля попросит. Постоянно меня отвлекают, а я монтирую очень трудное видео для своего второго канала. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, да что ещё, ну ты издеваешься? Ну может хотя бы кирка железная, Пиксель? Это жесть какая-то, кузнец, это просто ужас, забери абсолютно все железные инструменты и не отвлекай меня. Ладно, ладно, всё, Пиксель, извини, больше не буду. Огромное тебе спасибо за понимание, фух. Так вот, ребята, монтируй видео для своего второго канала. Оно будет очень интересным и в нём будут принимать участие подписчики моего канала, так что обязательно подпишитесь на второй каналчик. Ну а я пока что буду дальше продолжать монтаж. Ролик очень интересный и капец какой сложный. Я сейчас просто с ума сойду, ребята, я сейчас, не знаю, надену наушники, заколочу все двери и не буду подходить. Ну что опять, блин? Пиксель, у тебя случайно компаса не будет? Это очень важно. Да что вообще в деревне происходит? Почему вы у меня постоянно просите какие-то инструменты или материалы? Да это не мы просим, Пиксель, это мэр деревни. Ерунда какая-то там происходит. Ты сходи на домик его, посмотри. Это просто ужас какой-то. Ну что, что там такого с домиком мэра случилось? Он что, просто пропал? Ё-моё. Ну вот, Пиксель, видишь, мы не пошутили. А для чего тут такое огромное количество железных големов, и вы только взгляните на это? Окна шторками какими-то завесил, а дом окружил полностью по периметру вот такими вот железными големами, и ближе просто не подобраться. Вот для этого, Пиксель, я и просил железные слитки. Это распоряжение мэра. Да я уже понял, Кузнец, что дело действительно очень серьёзное. Чё там происходит-то? Мэр делов, что ли, каких-то натворил, и поэтому себе такое огромное количество охраны выставил. Пообщаться бы с ним, что ли, хотя бы чего-нибудь интересненького узнать, ребята, какие-то подробности. Уважаемые големы, с вашего позволения, я... Да ё-моё, постараюсь внутрь пройти. Вы чё пихаетесь? Дайте я... Да дайте я пройду, блин! Вы ненормальные, что ли? Я живу в этой деревне, пропустите меня! Ну чё ты уставился? Дай пройти коробка железная! Капец просто какой-то, мало того, что отвлекли меня от монтажа важного ролика, так и, господи, ещё не пускают. Мэр, ты слышишь меня? Мэр, мэр, это я, Пиксель! Ё-моё, скажи своим жестянкам, что вы... Да, господи, пропустили меня! Капец просто какой-то, закрылся и сидит там. Царица в замке какая-то самая настоящая. Чё там вообще за ерунда происходит? Носатый, для чего вам компас? Ну мы же сказали тебе, нас мэр попросил. А как он вас попросил, если к дому вообще не подобраться? Вы как с ним разговариваете? Почтовыми голубями, что ли? Он окошко приоткрыл и крикнул, что ему нужен компас. А для чего мы, если честно, не в курсе? Бред просто какой-то, железные инструменты, железные слитки, компас. Он чё там в доме шахту какую-то вырыть решил? Ну это просто капец, ну как туда заглянуть, ребята, через щёлочки эти, что ли? Но вроде как ничего секретного я там не вижу. Обычные столики, стульки, печки, верстаки, сундуки, книжные полки. Всё очень обычно. Есть, конечно, идея прямо сейчас забраться на церквушку и постараться увидеть чего-нибудь побольше. Возможно, ребята, как-то, я не знаю, через верхнюю щель получится что-то рассмотреть. Ну или же через крышу. Но, к большому сожалению, ничего тут не видно. Но, блин, ребята, я же теперь просто не успокоюсь. Может быть, действительно, мэр в какой-то опасности находится? Ну какой человек будет вот так вот свой дом просто так окружать? Один голем вообще, по сути, может защитить абсолютно всю деревню. А тут их вон сколько, мне даже считать лень. По-хорошему бы организовать туда какой-то подкоп. Но, блин, ребята, я кузнецу отдал абсолютно все свои инструменты. Поэтому придётся опачки, мягко говоря, импровизировать. Пиксель, ты чё задумал? Ты куда пополз, блин? Не переживайте, носатый. Я прямо сейчас найду ответы абсолютно на все вопросы. Я вместе с подписчиками аккуратненько, опачки, вот так вот проберусь через эту дурацкую защиту. Мэр, конечно, предусмотрел абсолютно всё, кроме того, ребята, что мы вместе с вами ещё те паркуристы. Аккуратненько ломаем одну ступенечку и, опачки, добро пожаловать в домик мэра. Вот так вот даже застроить за собой можно. И, как говорится, кто чё видел, никто ничего не видел. И теперь вместе с вами можем аккуратненько туда опуститься. Но прежде чем мы это сделаем, я постараюсь повыглядывать вот в эти щёлочки и, возможно, заметить что-то интересное. Но ничего такого я не вижу. Поэтому аккуратненько открываем люк и спускаемся в домик. Но, на удивление, я не вижу тут вообще ничего подозрительного. Блин, Пиксель, ну чё ты припёрся? О, Мэр, так ты чё, просто отдохнуть решил? Ё-моё, ты чё такой зелёный? Я заболел, Пиксель, я поэтому големов поставил, чтобы не заразить никого. Вирус какой-то сильный, ну чё ты припёрся? Да какой ещё сильный вирус, Мэр? На улице осень, наверное, просто просквозило. Ты бы, ё-моё, солнышко хотя бы запустил. Закрой, Пиксель, закрой. Глаза щипят, ну закрой. Да ладно, ладно, сейчас, сейчас, сейчас всё закрой. Не кричи только, пожалуйста. Так может тебе лекарств каких-то купить или, я не знаю, зелье какое-то сделать? Не поможет ничего, Пиксель, просто отлежаться надо. Да какой нафиг отлежаться? Это какое-то самолечение, это капец как вредно, это неправильно. Если ты заболел, тем более в такую пару, как осень, то сразу нужно начинать лечиться, а не закрываться у себя дома и окружать себя таким огромным количеством големов. Во-первых, это как-то глупо, ну действительно, там чай кто-то захочет тебе сделать или помочь банально. Во-вторых, ну блин, мэр, это очень дорого. Давай я тебе реально принесу лекарства. Ой, короче, ребята, чё я его спрашиваю? Вот лучше реально просто взять и сделать всё самостоятельно. Короче, прямо сейчас в очередной раз я вот тут вот быстренько прорублю какое-нибудь отверстие. Выбираемся отсюда вместе с вами. Сейчас сделаем какое-нибудь зелье, какой-нибудь отвар самый настоящий. Поднимем мэра на ноги и уберём этих дурацких големов. Я даже, если честно, не знаю, что после этого с ними делать. Ну господи, сколько железа было потрачено. Ну чё там, пиксель, как у мэра дела, разобрался? Да разобрался, носатый, разобрался. Компас он, видимо, просил для того, чтобы, я не знаю, лекарство какое-то найти. Ну, либо к голове его приложить. Я, если честно, не понимаю, для чего ему компас. А вот железные инструменты и железные слитки, это в принципе понятно. Короче, носатый, нам нужно сварить какое-то зелье, потому что мэр слёг с какой-то заразой. Валяется там на кровати, весь зелёный, гардины себе вот эти вот или шторы повесил. Короче, заболел мэр, и нам нужно поднять его на ноги. Ну отлично, пиксель, ты тогда ищи арбуз, а мы займёмся всем остальным. Ладно, носатый, вот такой настрой и такая идея мне нравится. Вместе с вами, ребята, двигаем в сторону болота. Как вы знаете, там огромное количество ингредиентов. Да, получается довольно скучненько, снова варим с вами зелье, но а что поделать, ребята? Майнкрафт, как-никак, и зелье это единственный, как мне кажется, способ быстро поднять мэра на ноги. По-хорошему можно ещё, конечно, яблочки какие-нибудь взять, тем более они есть у меня дома. Обложить это золотыми слитками, золотыми самородками, золотыми блоками. Но мне кажется, что зелье в этом плане гораздо практичней и супер-супер проверенный вариант. Тем более мы вместе с вами такое уже огромное количество раз проворачивали. Итак, аккуратненько, ребята, пробираемся через вот эти вот дебри. И где-то в этом районе есть тыквы и, о, есть тут тоже арбузики. Добываем буквально пару штучек, ребята, благо они ещё спелые, хорошенькие. И после чего, естественно, двигаемся в деревню. Ну что, носатые, самая быстрая доставка арбуза в Майнкрафте. Ё-моё, вот это вы тут подготовились. Облажаться нельзя, Пиксер, у нас слишком мало ингредиентов. Давайте, носатые, я на вас надеюсь, потому что, блин, у меня с зельями, если честно, ну не очень. Я очень давно играю в Майнкрафт, но... Ой, зелья у меня всегда, ребята, какой-то страх вызывают, поэтому я за это браться не буду. Давайте, жители, желаю удачи. Вы, как всё подготовите, просто позовёте меня. А я вместе с подписчиками снова устрою небольшой паркур и проберусь к мэру. Ох, ребята, вот эти зелья, это всегда так волнительно. Переживаешь, ну получится, не получится. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк на это видео, не знаю, может быть, боги Майнкрафта услышат, и мы сможем поднять мэра на ноги. Всё, готово, Пиксер, забирай зелье и сразу относи его к мэру. А серьёзно, так быстро, ладно, ладно, хорошо, большое спасибо, я в таком случае как можно скорее, пока зелье только, знаете, ну свежесваренное, хорошенькое, свежее, выдержанное, быстренько, опачки. Устраиваю вот такой вот паркурчик, снова пробиваю тут кусочек вот такой вот ступенечки и пробираюсь в домик мэра. Мэр, мэр, как ты себя чувствуешь? Не кричи, Пиксер, ну плохо. Да-да, конечно, извини, буду говорить немножечко потише. Короче, мы тут с подписчиками и жителями подсуетились. Сделали тебе зелье, пожалуйста, ну попробуй выпить, ну тебе точно лучше станет. Я же сказал, Пиксер, я ничего делать не буду. Мэр, ну вот если оно тебе не поможет, я клянусь тебе, я тут же уйду из твоего домика и оставлю тебя в покое. Ладно, давай сюда своё месимо. Во, молодец, мэр, красавчик, вот держи, самое главное полностью, вот до дна прямо выпить нужно. Ох, ребята, держим кулачки, держим кулачки, зелье по большому счёту должно подействовать мгновенно. Хе-хе, тьфу, господи, Пиксер, ботву какую-то ты мне подсунул. Ну, по вкусу оно, наверное, да, неприятное, но зато, но, но, но зато поможет. Мэр, у тебя кожа нормальный цвет вернула, я тебе серьёзно говорю. Чё, серьёзно, ты не врёшь сейчас? Да не вру, конечно, так подожди секундочку, а, а если я шторы открою? И глаза не щипят, чё, реально поводло, что ли? По ходу дела, но ты в любом случае ещё полежи немного на кровати, отойди полностью. Но, судя по всему, ребята, зелья в Майнкрафте в очередной раз, ё-моё, спасли одного из наших жителей. Ё-моё, так сразу светло в доме стало, прям, знаете, настроение поднимается. Сейчас, мэр, тебе витаминчиков каких-нибудь принесём, бульончик покушаешь и точно поднимешься на ноги. А вы, ребята, не болейте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. А если кто-то из вас болеет, то обязательно выздоравливайте. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok